Нелюбовь выражается в том, что нужно просто удалиться от человека и все, не показываться ему на глаза. Вот это крайняя степень наказания, понимаете, которое человек имеет право делать. Можно даже жить отдельно и долго, но при этом не бросать близкого человека. Понимаете, то есть вы можете жить отдельно, вы скажете, я не могу жить с этим человеком. Конечно, есть люди в страсти, есть люди в благости, есть в невежестве. И человек может в невежество войти в результате влияния судьбы. Как выглядит человек в невежестве? И что он делает с другим человеком? Человек в невежестве, он оскорбляет саму жизнь близкого человека. Что это значит? Это значит выпивка, дебош, измены. И поэтому, когда человек вошел в невежество, с ним не надо рядом находиться, потому что он сжигает вашу жизнь. Он разрушает, невозможно это вытерпеть, невозможно это принять, невозможно быть рядом. Вот человек начал вести себя в невежестве, не позволяйте ему ни на секунду это делать, потому что вы потом привыкнете. И эта привычка будет означать, что вы привыкли, что вас уничтожают. Поэтому, когда человек в невежестве, надо всегда отстраняться от него и быть отдельным. Женщина тоже может быть в невежестве. Женщина в невежестве – это сильные истерики, такие жесткие. И депрессия. Два вида женского невежества. Когда женщина в депресснике находится, рядом с ней жить, близко строить отношения – это разрушение себя. Если женщина в депресснике, надо чуть подальше от нее желать ей счастья. То же самое, если она истерики начинает жесткие такие катать. Есть два вида истерик. Иногда женщина жалуется. Этот вид истерики – это нормально. Иногда женщина оскорбляет и проклинает в истерике. Вот тогда надо подальше от нее жить, не надо поближе. Потому что это зайдет внутрь и будет разрушать. Мужчина тоже может быть в невежестве. Когда человек в невежестве находится, то надо это быстро понять и дистанцироваться достаточно, чтобы не было влияния сильно на вас. Можете жить отдельно какое-то время, можете в другой комнате, можете выполнять перед ним свое обязанство. Не надо строить близкие отношения. Дистанция означает близких разговоров, вместе спать нельзя в это время. Это разрушает человеческую жизнь.